А Саул все более и более укреплялся и приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что есть, сей есть Христос. Когда же пришло довольно времени, иудеи согласились убить его. Ну, короче, надоело им эта вся история. Нет человека, нету проблемы. Доказать ничего не могут, есть физическое решение конфликта. Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине. Саул прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам, но все боялись его не верить, что он ученик. Варлава же взял его, пришел к апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедовал во имя Иисуса. И пребывал он с ними, входя и исходя в Иерусалиме, и смело проповедовал во имя Господа Иисуса. Говорил же, так же и состязался с алинистами, и они покушались убить его. Братья узнав о сём, отправили его в Кесарии и припроводили в Тарс. В церкви же по всей Иудее, Галилея и Самарии были в покое, находясь и ходя в страхе Господнем, и при утешении от Духа Святого умножались. Понятно, да? Картина ясна? Кому идёт апостол? Попадают свои. Спорят из закона. Людям это не всем нравится. Причём в одном месте его захотели убить, во втором его тоже захотели сделать ему то же самое. Но пока мы видим проповеди сосредоточенно на евреях. Далее идёт десятая глава. Далее идёт у нас десятая глава Деяний. И здесь мы встречаемся. В Кесарии был некоторым муж именем Корнилий. Мы вчера немного говорили, кто такой был Корнилий. Говорили? Отлично. И что он был необычным язычником, но с точки зрения иудеев он оставался тем язычником. И здесь мы видим события, которые произошли сразу после прибытия Петра. Услышали апостолы, это одиннадцатая глава Деяний. Услышали апостолы и братья, бывшие иудеи, что и язычники приняли Слово Божие. И когда Пётр пришёл в Иерусалим, откуда он пришёл? Иопиев. Город Яфа, недалеко от Тель-Авива. Он пришёл куда? В Иерусалим. Ну, где-то час езжды на машине, идти пришлось несколько побольше, я думаю, ему. Он приходит в Иерусалим, да? А там уже в курсе, что язычники ещё сделали. Приняли. И когда Пётр приходит в Иерусалим, обрезанные упрекали его. Кто это обрезанный у нас? И евреи, обрезанный евреи, они упрекают его. Говорят, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Смысл претензий? Ел с ними. Кашут, хорошее слово. Мы к нему вернёмся. А он говорит, послушай, есть проблема, ты кушал с ними. В чём проблема? Испытываете ли вы сегодня проблему, если вы с кем-то покушаете? А? Ну, какая проблема? Ну, если вы чего-то не едите, то вы просто скажите, извините, я это не ем. Ну, и проблемы, собственно говоря, нет. А тут вопрос стоит в том, что ты ходил в дом и что делал? Ем. Ну, какая проблема? Причём, давайте посмотрим, что было. Десятая глава. Пётр же поднялся, поднял его и говорит, с 26-го, встань, я тоже человек. И беседуя с ним, вошёл в дом и нашёл многих собравшихся. И сказал им, вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменниками? Он начинает разговор в доме Корнееве с того, что вы знаете, что мне нельзя это делать. Кем запрещено? В общем-то, не было прямого запрета на сообщение как общение, да? Но были определённые запреты, которые закрывали как бы еврейское общество от внешних. Если бы евреи начинали общаться с язычниками, у них возникали проблемы, о которых предупреждал их Господь. И говоря о том, что они научат вас делать всякие гадости, поклоняться иным богам. Вам поэтому не нужно общаться с ними, потому что, если вы начнёте с ними общаться, у вас будут проблемы. Поэтому еврейское общество было открытым или закрытым? Закрытым. Еврейское общество было закрыто. А мы, как христиане, стали каким обществом? Открытым или закрытым? Открытым или закрытым? Открытым. Я понимаю авторитетность вашего высказывания. Мы открыты, спасибо. Мы закрыты. Спасибо. Это же, я прошу прощения, не у всех такая хорошая память, как у вас. Спасибо. Видать, не все помнят это объяснение. О чем мы говорим? О памяти, да? Эти общества являются условно открытыми, они принимают людей на определенных условиях. И исключают людей после невыполнения определенных условий. И запрещаются смешанные браки. Поэтому модель Израиля, модель церкви, в общем-то, она в принципе одинаковая. Мы открыты на определенных условиях, закрыты на определенных условиях, и не смешиваемся с неверующими, как и евреи не смешивались с иноплеменниками. То есть запрещены смешанные браки. Понятно, да? Не смешанные браки по принципу национальности, а смешанные браки по принципу вероисповедания. У евреев национальности вероисповедания, они были как бы вместе. У нас, понятно, мы призваны из разных народов, и поэтому по принципу вероисповедания нам не рекомендуется выходить замуж и отдавать своих сыновей, дочерей за неверующих. И здесь апостол говорит, вы знаете, что нам запрещено? Но мне Бог что сделал? Открыл. Другими словами, Петр говорит об откровении, которое он получил. И получил вот только-только на крыше недавно. И он не совсем понял это откровение, сидел на крыше и думал, что бы это было значило до тех пор, пока его не позвали. Когда его позвали, и он пришел, он говорит, «Но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным и нечистым. Посему я, будучи позван, и пришел беспрекословно». Итак, спрашиваю, для какого дела вы призвали меня? Корнилий сказал, четвертого дня я постился до теперешнего часа и в девятом часу молился в своем доме. И вот встал передо мной муж в светлой одежде и говорит, «Корнилий, услышала молитва твоя, милостыни твои, вспомнились перед Богом. Итак, пошли в Иопию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит в доме кожевника Симона при море. Он придет и скажет тебе, «Ты час послал я к тебе, и ты хорошо сделал, что пришел. Теперь все мы предстоим перед Богом, чтобы выслушать все, что повелено тебе от Бога». Петр отверз уста и сказал, «Истина познает, что Бог не нацеприятен». «Но во всяком народе, боящийся Его и приступающий по правде, приятен Ему». Он послал сынам Израиля в слово «благовествуй мир через Иисуса Христа». Сей есть Господь всех. Вы знаете, происходившее во все Иудеи, начиная от Галилеи после крещения, проповедованного Иоанном. Опять мы возвращаемся к истории Иоаннового крещения. Иоанновое крещение – это начало служения Ишо. «Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарея, и Он ходил, благотворяя и исцеляя всех обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране иудейской, Иерусалиме, и, наконец, Его убили, повесив на дерево. И всего Бог восстанавливал в третий день и дал Ему явиться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили по воскресенье Его из мертвых». Опять здесь говорится о том, что… Что? Здесь говорится, в общем-то, о символе веры. Он говорит, послушайте, вы знаете о том, что началось, как это все было, как Он умер, как Он воскрес, как Он явился по воскресенью. Он рассказывает то, во что поверили мессианские евреи. Корнили был боящимся Богом. Он знал основы иудаизма. Не все Он их принял, но часть основы Он знал. И здесь Ему говорится о том, что Иисус есть обещанный Богу Израилю Мессией. И они тому свидетели. Они свидетели от момента начала служения Иоанна. Они видели все Его служение. Они видели смерть. Они знают о Его воскресении. И Он являлся им по Своему воскресению. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. Опять здесь Петр говорит о том, что Он посланник. Он апостол, которому велено проповедовать об этом. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякие верующие в Него получат прощение грехов именем Его. «Когда еще Петр продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших Слово, и верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Духа Святого излился на язычников». Откуда они знают, что дар Духа Святого излился? Там дальше написано. «Ибо слышали их говорящими языками и величайших Богом». Они что-то услышали, они что-то говорили. Да? «И тогда Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Духа Святого, и велел им креститься во имя Иисуса Христа, потому что они просили Его прибыть у них несколько дней». Ну, про то, что он кушал, здесь ничего не написано. Да? Ничего не написано? Ну, ничего, не знаю, не написано, что он кушал, но поскольку он пробыл там несколько дней, то, наверное, он и кушал. Он жил в этом доме, он, наверное, там и кушал. Что мы видим? Мы видим людей, весь дом Корниля, которые верили в единого Бога. Верили они. Здесь приходит апостол Петр, который проповедует им о том, что Ешо есть обещанный Спаситель. И всякий, кто призовет Его имя, спасется. Не написано, что они призвали Его имя, но написано, что после этих событий они были крещены в Духе Святом. Значит, судя по всему, они приняли те слова, которые говорил им Петр, после чего они были рождены свыше и крещены были или погружены в Дух Святой. После чего Петр говорит, ну, если, как бы, Дух Святой сошел на них, они были погружены, то почему я и кто я, чтобы не преподать им вводного погружения? И мы знаем о том, что погружение в Дух Святой со знамением говорений на иных языках может быть после покаяния, сразу до вводного погружения, во время вводного погружения и после вводного погружения. Понятно, да? Но никогда до покаяния. После покаяния. В жизни была такая практика, когда мы просто проводили группу домашнюю, и пришел молодой человек, неверующий вообще, и во время молитвы он начал говорить на языках. И вот после этого он был просто таким очень сильно этим фактом удивлен, скажем, сражен, и он понял, что... Ну, он покаялся просто. Скажите мне, пожалуйста, а кто определил, что он неверующий? Ну, во всяком случае, его жизнь, люди, которые привели, они говорили, что он неверующий. Еще раз я задал вопрос. Мы говорим о его жизни или о его вере? Ну, до этого мы достаточно долго рассуждали на тему, что есть жизнь и что есть вера. Ну, просто вопрос, может быть, это было являлось для него знамением для покаяния? Или нет? Еще раз. Я задам вопрос, так как я его задал. Мы говорили о том, что есть вера и что есть жизнь. Правильно? Меня интересует такой вопрос. Вы знали, во что он верил? извините. Скажите, если вы его в первый раз видели, на основании чего вы заявляете, что он был неверующим? Интересно. То есть, на основании свидетельства других людей вы думаете о том, что... И, в принципе, вы считаете, что это правда? А вы знаете о том, что он ее никогда не произносил до этого? А проблема заключается в том, что мы знаем лишь что-то отчасти. Ну, что-то знаем, да? Тем более, мы лично не знаем этого человека. Мы не знаем его. Мы его видим первый раз. Но приходят люди, которые выражают свое мнение относительно этого человека. А вы знаете, насколько эти люди хорошо его знали? Вы знаете, насколько они его хорошо знали? А это значит, что они знают этого человека? Ну, я вам могу сказать такую вещь. Вы меня хорошо знаете? Нет. Хорошо. А как вы думаете, моя жена все про меня знает? Она живет со мной 20 лет. Она все про меня знает? Наверное. А моя мама знает меня немножко больше. времени. А она все про меня знает? Ага. Кто все знает? А так, может, вы у него спросили бы, верующий этот парень или нет? Понятно, да, о чем я говорю? Мы основываемся и делаем выводы на субъективных вообще вещах. Бог, он есть Бог, какой? Сердцеведец. И он знает, почему он так поступил. Я точно знаю, что я был неверующим человеком. Я знаю, что в один прекрасный момент времени я поднял свою голову к небу и сказал, если ты есть, докажи. и после этого, я стал, через некоторое время, я стал верующим. Я попал в церковь, я стал верующим человеком. И если бы вы спросили всех моих друзей, верующий ли я парень, как вы думаете, что бы они сказали? Ну, просто вот свидетельство моих друзей, которые меня хорошо с детства знали. Что бы они сказали? Какой я человек? Неверующий. А правильно ли бы свидетельство было моих друзей, которые меня хорошо знают? Ну, понятно, что неправильно, потому что те друзья, которые хорошо меня знали, они отказывались верить в то, что я верующий. Я говорю, я верующий. Говорит, Это ты рассказывай тем людям, которые тебя не знают. Нам рассказывать ничего не надо. Мы знаем тебя. Поэтому нам можешь даже не говорить, что ты верующий. Они хорошо меня знали? Да, хорошо меня знали, поэтому говорили, что я какой человек? Неверующий. А их свидетельство было правильно? Нет. Я не знаю. Я знаю другую часть, что любовь Божия излилась в наши сердца каким образом? Духом Святым. То есть, в момент покаяния любовь Божия изливается в наши сердца Духом Святым, и Дух Святой живет в нас. В момент погружения в воду Дух Святой становится источником из моего чрева. Там, где он находится, он начинает проистекать. Может ли что-то проистекать, если там его, извините, нету? Что оттуда будет проистекать? Если там его нет, то он будет проистекать оттуда? Поэтому я и говорю, извините, до покаяния человека Духа Святого в нем нет. Он появляется тогда, когда человек обращается к Господу и просит прийти в его сердце, в его жизнь, и тогда Дух Святой изливается и помещается внутрь этого человека. И когда мы погружены в Дух Святой, начинает изливаться, мы становимся источниками, да, и из нашего чрева начинает течь. Я могу сформулировать так, что этот человек просто взывал в Бог, Бог привел в нужное время и дал ему свидетельство того, что он начал говорить на языках, как подтверждение тому, что он просил, чтобы Бог пошел в его жизнь. Хорошо. Я закончу свою мысль, а потом вы уже ее будете оформлять. Хорошо? Хорошо? Окей. Итак, Дух Святой помещен в нас, и когда мы погружены в Него, Он начинает исполнять нас и переливаться через наши уста и из нашего чрева начинает течь реки, воды живой. Окей. Если его нету внутри нас, то может ли Он переполнять нас? Нет. Поэтому мы говорим, это переживание существует только для кого? Верующих. Мы с вами рассуждали на тему, когда апостолы были рождены свыше? А? Шевод, пятидесятница. Еще есть какие варианты? Я знаю, что вы знаете правильный ответ. Когда? Когда я прошел еще варианты? Могли быть рожденным свыше хотя бы один человек до факта смерти и воскресения еще? Чуть-чуть, да? Двадцатая глава Ивангелия Теана. Мы должны знать, где найти правильный ответ в Писании. Я правильно понимаю? двадцатый стих сказал это он показал им руки, ноги, ребра свои, ученики обрадовались и увидели Господа. Иисус сказал им второй раз мир вам как послал меня Отец так и я послаю вас. Сказал это Дуну и говорит им примите Духа Святого. И они что сделали? Приняли. Когда это было в первый день воскресения. Дальше он говорит им это еще не все. Ждите обещанного от Отца. Никуда не уходите из Иерусалима. И мы видим события в Деянии во второй главе, которые произошли на шубу. Но рождение свыше и погружение в Дух Святой это два отдельных крыжодей. Понятно? Почему Ешуа говорит Никодиму ты или учитель Израилев и не знаешь то о чем я тебе говорю. Он говорил о рождении свыше. Между фарисеями был Некто именем Никодима. Один из начальников иудейских. Он пришел к Ешуа ночью и сказал ему Рави мы знаем что ты учитель пришедший от Бога ибо таких чудес какие ты творишь никто не может творить если не будет с ним Бог. Что говорит Никодим? Послушай я видел вообще что происходит через твое служение и я понимаю на основании того что происходит что это невозможно если с тобой не будет Бога. Я знаю точно. Иисус сказал ему в ответ вопроса собственно говоря не было. Но он что-то говорит и Иисус ему отвечает на то что он сказал он не отвечает на вопрос но что-то говорит ему в ответ на то что он ему сказал и говорит истинно говорю тебе если никто если кто не родится свыше не может увидеть царство Божие и говорит что-то слышали о царстве Божьем да они что-то слышали о царстве Божьем они что-то слышали У них были какие-то понимания, какие-то представления. У них правильных, у других неправильных. Они что-то знали о воскресении мертвых. Некоторые в это верили, некоторые не верили. У них были какие-то понимания. Правильно? Да? И он ему говорит, послушай, ну, на самом деле, говорю тебе истину. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие. В общем-то, понятие рождения свыше, оно здесь встречается и больше практически нигде в Новом Завете мы об этом не можем прочитать. И доктрина, которая есть у нас в рождении свыше, она появляется на основании вот того, что мы здесь читаем. Так больше мы нигде не видим такого понимания, как рождение свыше. Но здесь еще обращается внимание на что-то, чего Никодим, судя по всему, не понимает. И он говорит ему в ответ. Да? Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи Стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Никодим ему говорит. Что он говорит вообще? Никодим говорит ему простую вещь. Ты вообще сам понял, что ты сказал? Проведу тебе иллюстрацию того, что ты мне только что сказал. Но для того, чтобы тебе было понятно, я тебе проиллюстрирую. Смотри, я такой здоровый, и ты хочешь сказать, что я опять и куда-то помещусь? Ну, подумай. Вообще, реально ли то, о чем ты говоришь? Абсолютно понятно, что он, ну, не понимает, о чем идет речь в принципе. То есть, не что он говорит о каких-то духовных истинах, о принципе вхождения в Царство Божие. О том, каким образом люди попадают куда? В Царство Божие. Да? Об этом идет речь. А он это понимает? Истинно говорю вам, это 11 глава Евангелия от Матвея, с 11 стиха. Истинно говорю вам, из рожденных женщинами не восставал больше Иоанна Креститель. Но меньше в Царстве Небесном, больше Его. Одней же Иоанна Креститель, до ныне Царство Небесное, силой берется и употребляющий усилия, восхищает Его. В общем-то, достаточно некорректный перевод. Если вы будете изучать это местописание, то вы узнаете, что говорит Ишо. Он говорит, одни же Иоанна Крестителя, до ныне Царство Небесное подвергается насилию. И употребляющие силу думают войти в Него. Ого! Не совсем то, к чему мы привыкли, да? Не совсем то. Послушайте, скажите мне, пожалуйста. Меня интересует простой вопрос. Вы вошли в Царство Божие. В какой момент в вашей жизни? Момент покаяния. Отлично. А какие силы вы приложили туда? Не понял? Не понял? Еще раз, только медленно. Одни Иоанна Крестителя, до ныне Царство Небесное, силой берется. А вы его взяли как? Не, а где же сила, которая наберется? А где сила, которая наберется? Ну, тут же так написано. Еще раз, понимание не всегда соответствует тексту. Потому что, когда мы входим в Царство Небесное, мы не употребляем никакой силы, кроме того, что мы поверили слышным и вошли в Него. Но были люди, которые употребляли силу и думали, что они силой, своими собственными силами могут войти туда. Но мы знаем, что есть единственная часть, которая от нас зависит, это наша вера. И прийти к Богу без веры невозможно. Какие бы усилия вы не принимали, не предпринимали, как бы вы себя не ограничивали, как бы образ жизни вы Бога никогда не впечатлите. Вы можете войти в Царство Божие только благодаря тому, что вы поверили в то, что Он вам сказал. А не благодаря тем усилиям, которые мы можем предпринимать. Что здесь был за вопрос? Окей. Итак. Истинно говорю вам. Из рожденных женщинами не восставал больше Яна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше Его. Одни же Яна Крестителя до ныне Царство Небесное подвергаются насилию, и употребляющие усилия думают войти в Него. Все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, Он есть или Я, которому должно прийти. И кто имеет уши, слышит, не слышит. Вообще непонятно, что сказал Иешуа. Одиннадцатая глава, Евангелие от Матвея, с одиннадцатого стиха. Посмотрите, подстрочный перевод. Если у кого-то есть перевод Громова, он достаточно корректно перевел это местописание. Одиннадцатая глава, с одиннадцатого стиха. Двенадцатый стих, он был как бы центрально в этом плане. Итак, очевидно, существовала какая-то практика. Среди кого? Среди кого эта практика существовала? С Евгением. Это Евангелие от Матвея. Это еще не смерти Иешуа не было, не воскресенья его не было. Вам они больше всех нравятся? Ну, у меня замечания хорошие, я не возражаю, но на основании чего? Есть основания для этого? Скажите мне, пожалуйста, есть там вообще хоть какой-то намек о том, что речь идет о какой-то конкретной ревнозвездной партии? Нет, но. А но что значит? А причем здесь Никодим, Мелодинская глава, Иоангелие от Матвея. Какая у вас страница в этой книге? Там Никодим есть? Харисей здесь причем. Вы никогда не задумывались, почему фарисеи так часто употребляются, встречаются в Новом Завете? Почему? А почему нельзя было приводить пример гиргисеев? Гиргисеи, есеи были. Были другие религиозные. Павла было просто близко к учению. Но мы говорим о том, что происходит в Евангелиях, а Евангелие как-то, ну, Павла не касается. Почему? Они были ближе всего к истине. Их вероучение было очень близко. Действительно, к истине. Чем саддукиев, например. Понятно, да? Поэтому он обращал внимание, что, несмотря на то, что они очень близки к истине, они до нее еще не дошли. И у них есть отклонение от истины. Поэтому, в общем-то, их часто вспоминают. Но вспоминаются и другие. Понятно, да? Здесь говорится об абсолютной истине, применимой ко всем верующим того времени. И зачем выделять кого-то одного в данном случае? Есть нужда такая? Есть нужда? Вот поэтому мы будем иметь в виду всех. Хорошо? Спасибо. Итак, он говорит о том, что каким-то образом все верили. Да? И он говорит, послушайте, ребята, все пророки и закон прореки до Иоанна. Говорит, вы на самом деле не в курсе того, что все пророки и закон говорили еще задолго до Иоанна? Он говорит, вы немножко не разобрались с тем, что было сказано до того. Вы думаете вот так. Вы поступаете вот так. Хотя пророки сказали несколько по-другому. И он говорит, если вы хотите принять, то я вам еще скажу больше. Кстати, это Илья. Говорит, кто имеет уши, слышит? Тут пускай он слышит. Понятно, да? Здесь понятна часть? Когда он разговаривает с Никодимом, он говорит ему что-то, что Никодим не понимает и не знает. Он научен в законе. Он знает. И Иешуа обращается к нему как к человеку, который должен что-то понимать. Который должен понимать, что прорекли все пророки и закон до Иоанна. Он же так общается с ним. И он ему говорит. Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и говорит. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так и бывает со всяким рожденным от духа. Никодим сказал ему в ответ, как это может быть? Никодим понимает о духовном содержании сказанного Иешуа. Меня интересует не тот вопрос, который вы хотите задать, а меня интересует тот ответ, который я хочу от вас получить. А о чем вопрос был? Правильно? Потому что вы, молодой человек, не слушаете, что я вам говорю, а вас интересует то, что вы меня хотите спросить. Это понятно? Еще раз. Иисус говорит ему о каких-то духовных истинах. Это понятно? Понимает он их? Нет. Нет. И вам надо сейчас сосредоточиться на чем? На тех вопросах, которые вы хотите задать, или о той истине, о которой здесь идет речь? Хорошо, спасибо. Тогда еще раз читаем. Никодил ему сказал в ответ, как это может быть? То есть, я, другими словами, этого не понимаю. То есть, ты говоришь о каких-то духовных истинах. Ты говоришь о каком-то духовном рождении, о духе, который дышит где хочет. Ты говоришь о чем-то, чего я не понимаю. И я задаю себе вопрос. Послушай, как это может быть? Как вот все, что ты говоришь, вообще реально осуществлено в жизни? Вообще, он говорит, как это может быть? Там после рождения, говорится, Никодим говорит ему, как может человек родиться. Иисус отвечал, истинно, истинно, говорю тебе. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие. Рожденный от плоти, есть плод. Рожденный от духа, есть дух. Он говорит, послушай, есть разница между духовным рождением и физическим рождением. Здесь Иешуа говорит о разнице между духовным рождением и физическим. О каком рождении говорит Никодим? О физическом или духовном? О физическом. А о каком рождении говорит еще? О духовном. И он говорит, послушай, Никодин, есть разница между рождением физическим и духовным. Рожденный от плоти есть кто? Плоть. Он говорит, послушай, но есть еще нужда, кроме того, чтобы родиться физически, есть нужда, очевидно, рождиться и духовно. И он говорит, послушай, рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух. И дальше он поясняет, не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Говорит, не удивляйся тому, что я тебе сказал, что тебе кроме физического рождения нужно еще и... Должно быть еще и духовное рождение. И он говорит ему, дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда он приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Ну, тут вообще. Ну, то есть он объяснил так, что Никодиму сразу все вопросы отпадут. Ну, уже ему просто все стало сразу ясно. Да? Никодим сказал ему в ответ, как это может быть вообще, ты о чем? Я вообще ничего не понял. Иисус отвечает и сказал ему, ты учитель Израиля и этого не знаешь? Он тоже в свою очередь удивляется. Как ты можешь быть учителем и этого? Теперь пришла очередь удивляться. Ижу. Говорит, послушай, ты пришел, ты учитель. И по идее, если ты учитель Израиля, то ты это должен знать. Ну, как-то странно, ты этого не знаешь. И я говорю, и теперь понимаю, что все, что я сказал, ты ничего из этого не понял. А по идее, это является основой. По идее, это является основой. И ты ничем не отличаешься от тех ребят, которые физическими усилиями хотят войти. Одни Иоанна, крестители Царства Божия, подвергаются насилиям. Есть люди, которые хотят собственной силой, собственными делами войти в Царство Божие. Он говорит, и ты, родной, не понимаешь духовного смысла всего происходящего. Ты не сможешь туда войти физическими, плотскими усилиями. Ты размышляешь над вещами, которые сопряжены с плотью, а идет речь о Духе. Царство Божие не пища и не питье. Отлично. Итак, Царство Божие не пища и не питье. Ты применяешься к Царству Божьему как пищи и питье. Ты применяешься к Царству Божьему как силу, которую ты должен что-то произвести для того, чтобы туда войти. Он говорит, а речь вообще не об этом. Речь идет о духовных вещах, о духовных принципах, о которых, оказывается, ты ничего не знаешь. А ты же учитель Израиля. Я додумал, что ты обо всем этом знаешь, что ты в курсе. Я разговаривал с тобой как о человеке, который что-то понимает. А на самом деле извини. Истинно, истинно говорю тебе. Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. А вы свидетельства нашего не принимаете. Упс. Ну, говорит, оказывается, мы говорим о том, что мы знаем, а вы не то, что не знаете, вы мало того, что не знаете, вы еще и свидетельства нашего не принимаете. Почему? Потому что оно не помещается в вас Ну, очевидно, о себе и о своих учениках Да? Ну, надо посмотреть, подстрочник, на самом деле, что там написано Окей, давайте прервемся на первую